МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дело в том, что в водоеме обитают сине-зеленые водоросли, которые живут недолго. Когда они погибают, то продукты их распада отнимают кислород у остальных речных обитателей. Но в создании условий для бурного цветения все-таки виноват человек. Явление цветения воды, массовое развитие водорослей – это следствие того, что в воде много азота и фосфора, и других биогенов, а также органических веществ. Откуда они берутся? Ну, это коммунальные истоки, сельскохозяйственные истоки, промышленные истоки где-то. Система очистных сооружений у нас в городе и вообще в стране, конечно, не выдерживает никакой критики. Министр природы Дмитрий Федоров утверждает, что представители речной фауны умирают от гипоксии, вызванной преждевременным потеплением. В этом году жара наступила на 10 дней раньше срока. Вода согрелась не вовремя и лишилась большого количества кислорода. Все это приводит к гибели вот таким вот заморным явлениям. Они характерны не только для Волги, но и для мелких водоемов. У нас есть сигналы с ряда муниципальных образований из Сурского района, где произошли заморные явления на небольших лесных озерах. По словам главы министерства, водоросль убийцы еще только ждет своего часа. От нее проблемы будут в июле. Стоит ли уточнять, что посетителям пляжа и первой мертвой волны оказалось достаточно. Самое ужасное, что пострадали и самые маленькие ульяновцы. Семилетняя Василина уже успела наколоть ногу о рыбную косточку. Девочке не только неприятно вспоминать эту историю, но и страшно вновь заходить в воду. Я боюсь больше всего, что она мне попадется на ноги. И я боюсь, что у меня опять будет заноза из рыбы, потому что я однажды уже купалась. И я когда шла по берегу, я наткнулась на рыбу, чтобы у меня была заноза. Вот, мне это не нравится. И это не единичный случай. Спасатели признаются с подобными жалобами. К ним обращаются ежедневно. Каждый день к нам обращаются люди, граждане. В основном дети, которые наступают на остатки этой мертвой рыбы, от которых происходит загноение, заражение, раны, инфицирование. Мы обрабатываем перекисью водорода, бинтуем. Проблема в том, что тела почивших рыб не утилизируют. Волонтеры ограничиваются уборкой бытового мусора. Уничтожение биологических отходов требует рук профессионалов. Приходят школьники какие-то, но они собирают бытовое мусор. Но так как они малолетние, им запрещено с биологическими вот этими отходами. По словам министра, обеспечение порядка на пляже – ответственность муниципальной власти. Как нас заверили в городской администрации, очищать пляж заволжи от рыбы начали волонтеры. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. 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 Новости Уллправды ТВ.